Общие заботы жителей континента. Программа «Эрупиенс». Европейцы. Дания – мировой лидер по производству электричества из энергии ветра. Но не об этой стране вспоминают, когда говорят об использовании энергии солнца. Однако на острове Аэро решили, что из северного солнца достаточно для того, чтобы обыгрывать дома. Эта энергоустановка подтвердила правоту энтузиастов. Городок Марстал на острове Аэро ничем не отличается внешне от других населенных пунктов Дании. Та же церковь, те же деревянные дома и футбольное поле. Но отличия есть. Почти во всех домах воду и помещение обогревает солнце. Энергоустановка находится в окрестностях города. Это оказалось выгодным. Если бы я обогревал дом соляркой, так вот эту маленькую комнату пришлось бы оставить холодной. А сейчас, можно сказать, у меня появилась дополнительная кухня. В доме не пахнет соляркой. Система обогрева безопасна. Ни разу не было сбоев. Маленький вклад в снижение загрязнения природы. Это самая крупная в мире солнечная теплостанция. Площадь панели составляет 18 тысяч квадратных метров. Принцип действия очень прост. Технологические панели не сложны. Солнечную энергию поглощает черная панель, выделяемое тепло нагревает воду, протекающую по трубкам панели. Температура достигает 70 градусов. Горячая вода поступает в бак-коллектор. Оттуда она распределяется по домам. С мая по сентябрь на солнечной энергоустановке получают 100% необходимого городку тепла. Экономия огромна. 9 тысяч литров горючего ежегодно. Городок стал туристической достопримечательностью. Менеджер энергоустановки надеется, что этот опыт переймут в других датских городах. Успех эксперимента, начатого 10 лет назад, будет очень полезен для небольших изолированных датских островов. Однако нужна политическая воля, чтобы преодолеть предубеждения. Если солнечную энергию выгодно использовать даже в Дании, то это возможно по всей Европе. Не должно быть проблем. Поэтому я надеюсь, что солнечные панели будут установлены по всей Европе. И мы избавимся от нефти и спасем мир от вредных выбросов. Большинство солнечных панелей изготовлено на этой фабрике в окрестностях Копенгагена. Заказов на панели много, потому что рынок термальной энергии в Европе переживает бум. Более двух миллионов европейских семей используют возобновляемую энергию для обогрева жилищ. Продажи таких систем растут ежегодно на 50%. Для хозяина фабрики выгода термальной энергии очевидна. Если вы используете для обогрева излучения солнца, вы не тратите другие ресурсы. И за дня в день вы пользуетесь энергией светила. И когда принимаете душ, вы не тратите тепло без смысла. Вы не транжирите, вы не загрязняете природу. Мой вопрос заключается в одном. Почему эта система так мало еще используется при строительстве новых домов? Хозяин фабрики сам энтузиаст термальной энергии. В его доме солнечные панели ежедневно нагревают 3000 литров воды. Более чем достаточно для 7 из 5 человек. Хорошая теплоизоляция стен, теплые полы, печка. 85% тепла в доме получают из возобновляемых источников. Таких домов в Дании становится все больше. Солнечные панели этого жилого дома производят тепло для 144 квартир. Однако такие здания пока составляют ничтожный процент в жилищном секторе Европы. Говорит генеральный директор Европейской Федерации солнечной термальной энергии. Самое главное добиться того, чтобы в новых зданиях изначально устанавливали солнечные термальные системы, потому что это самый экономичный путь. Эти системы надо закладывать в проекты новых жилых зданий. Тогда дома простоят и 50, и 100 лет, и даже дольше. Бессмысленно строить дома, обогреваемые традиционными системами, в тот момент, когда все говорят о нашей зависимости от поставок нефти и газа. Солнечные панели и коллекторы горячей воды стали привычными на юге Европы. Использование солнечной энергии еще недостаточно, но нарастает год от года. В 2006 году правительство Испании одобрило закон, который требует установки солнечных термальных систем во всех новостройках. Это обернулось громадным экономическим эффектом. Панели этого нового жилого дома в Севилье нагревают воду для 88 квартир. В результате жильцы расходуют гораздо меньше электричества. Счета за потребление электроэнергии снижаются на 80%. А кроме того, значительно снижаются выбросы углекислого газа в атмосферу. Жильцы этих квартир наносят на 80-90% меньше ущерба природе, чем обычные семьи. 90% солнечных термальных установок в Европе приходится на жилой сектор. Этот дом у подножия Сьерра-Невады в Андалусии – типичный пример использования возобновляемой энергии. Бойлер на 800 литров воды обеспечивает потребности 12 человек и топится отходами от оливковой плантации, когда не хватает солнечного света. Техник, который установил эту систему, считает, что 2-3 тысячи евро не зря потрачены. Это более чем разумное вложение денег. Во-первых, меньше становится счета за электричество, и с течением времени расходы на солнечные панели будут покрыты и перекрыты. А во-вторых, такие системы не наносят никакого вреда окружающей среде. Ну и, наконец, просто грандиозный пример использования солнечной энергии. Установка, построенная неподалеку от Сивили, не имеет аналогов. 624 зеркальные панели автоматически ориентируются так, чтобы направить свет на высоту 100 метров, где установлен кипятильник. Пар, полученный в нем, вращает турбину электрогенератора. Когда комплекс установок будет построен, он будет вырабатывать электричество, которого хватит большинству домов в Сивилии. Это позволит предотвратить выброс 600 тысяч тонн углекислого газа ежегодно. В секторе промышленности по производству установок по использованию солнечной энергии в Европе занято 20 тысяч человек. Много новых рабочих мест появилось на юге Испании. Генеральный директор управления энергетикой Андалусии говорит. Мы используем возобновляемую энергию в целом и солнечную энергию в частности достаточно широко. Эти новые технологии создают новые рабочие места в большей мере, чем если бы мы развивали в тех же объемах мощности традиционную энергетику. Еврокомиссия приветствует развитие систем солнечной термальной энергетики. Это чистый, неисчерпаемый и моментально доступный для потребителей источник энергии. Это путь к реализации программы ЕС обеспечить к 2020 году получение пятой части энергии из возобновляемых источников. Продолжение следует... Продолжение следует...